Межрегиональный фестиваль инклюзивного творчества в ритме равных прошел в молодежном центре. Итоги весенней недели добра подвели в Сарове. Стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Далее расскажем обо всем подробно. 45 минут на выполнение 25 заданий о войне получили участники международной исторической просветительской акции «Диктант Победы» на очных и онлайн-площадках. Вопросы в этом году посвятили 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, юбилеем писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам. В Сарове диктант проводился в 11 учреждениях. Одним из них стала школа номер 5, где хорошо развито военно-патриотическое направление. Диктант Победы для нашей школы является традиционным. Мы в этой акции участвуем с самого начала. В площадке заявлено на 60 человек, но для нас это не рамки, не ограничения, потому что очень много ребят у нас принимает участие в диктанте еще и в электронном формате. У нас на базе школы существует военно-патриотический отряд «Барс». Ребята этого отряда регулярно принимают участие в «Зарницах» в муниципальном этапе. Они являлись участниками регионального этапа «Дивизион». В муниципальном этапе они неоднократно занимали призовые места и по истории в том числе. Колоссальное количество концертов, посвященных территориям «Лумая». У нас проходит много встреч с детьми войны, с тружениками тыла, с ветеранами СВО. В этом году акция проходит уже в шестой раз. Главная цель – объединить народы страны вокруг исторической памяти и привить подрастающему поколению ценности патриотизма. Ульяна Зарубицына с четвертого класса школы была членом военно-спортивного отряда «Барс». Сейчас активно участвует в работе отряда «Вымпелатом» с РФТИ. Девушка убеждена, что вопросы не затруднят тех, кто радеет за Россию, знает ее историю. Для человека, который патриот своей страны и который чтит память своей родины, я думаю, что это не очень сложно, потому что этот человек как-то интересуется историей своей страны и пытается как-то узнать побольше нового. Перед тестированием каждому участнику присвоили индивидуальный номер. После подведения итогов его нужно ввести в личном кабинете на сайте акции, чтобы узнать результаты. Школьники и выпускники, набравшие максимальные 25 баллов, могут получить до 10 дополнительных очков при поступлении в ВУЗы. Также федеральные победители акции получат дипломы и ценные призы. Вместе с приглашениями в качестве почетных гостей на Парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве. Им пришлось увидеть настоящий ужас, пережить всю войну и повзрослеть раньше времени. Светлана Васильевна Сунцова родом из деревни Дизмина Ярского района Республики Удмуртия. Когда началась война, ей был всего один месяц. Женщина вспоминает, что помогать родителям она начала в двухлетнем возрасте. Мне мама рассказывала, я прямо смеялась даже. Было всего два где-то с лишним года. Летом она сажала меня во дворе и говорила, сиди, смотри, не уходи далеко. Иначе цыплята вороны утащат. То есть вороны сверху видят, там ребенок бегает и не подлетят туда. Ну, по двору только бегали, не сидела, конечно, там нельзя было сидеть. Огурцы поливали, воду носили на коромысли. Еще с шести лет я начала таскать воду, речка была вообще-то далековато. Но у нас ведра были небольшие, а так, ну, полуведерные какие-то. Таскали и поливали. И самое интересное, мать приходила с работы, первым долгом спрашивала. И все сделала. И только потом что-нибудь покушать, ну, что есть, то и даст. После войны в 1948 году Светлана Васильевна пошла в школу. Она отмечает, что была прилежной ученицей. Принимала участие в различных конкурсах и читала стихи. Именно участие в литературных мероприятиях повлияло на то, что она решила стать учителем русского языка и литературы. Окончив 10 классов, Светлана Сунцова отправилась поступать в педагогический институт в Ижевск. Но не успев сдать экзамены, вернулась в родную деревню и продолжила помогать своим родным. Устроилась в колхоз. И только спустя два года ее мечта поступить в институт сбылась. Закончила педагогический институт. И не заканчивая, в марте месяце еще не взяли в обком комсомола. Инструктором школьного отдела поработала. Я там до мая месяца, ну, где-то начало июня, наверное. Вдруг однажды заседание, и наш секретарь обком комсомола, Леонид Павлович, я фамилию сейчас точно не помню уже даже, он говорит, в Ярском районе вышла замуж девушка школьного отдела, так что вам всем поручение найдите, кто у вас есть знакомый, чтобы направить туда, в деревню, к райком. Я поднимаю руку и говорю, а зачем искать? Это моя родина, у меня там родители живут, у меня мама там, брат там живет. Я поеду. Я поехала туда, в райпункт комсомола. На родине Светлана Васильевна вышла замуж, а в 1966 году переехала в Саров. Сначала устроилась в Дворец детского творчества, а после работала воспитателем группы продленного дня в школе номер 12. После чего молодую учительницу перевели в 17-ю школу, где она трудилась 24 года. Закончила свой профессиональный путь в школе номер 11, в которой проработала до 2012 года. Уже 19 лет всероссийская акция «Георгиевская ленточка» объединяет поколения в стремлении отдать дань подвигу героев Великой Отечественной войны. В рамках проекта волонтеры, юнормейцы и участники военно-патриотических клубов ежегодно раздают символ памяти и воинской славы горожанам. В этом году точки раздачи ленточек будут тематическими. Мы хотим показать ту преемственность поколений. То есть участниками акции, организаторами становятся не только дети и молодежь, волонтеры Победы, ребята из образовательных учреждений. В этом году мы показываем историю акции. Мы приглашаем к участию ветеранские организации. 3 мая здесь, на этой площадке, к нам присоединяется ветеранская организация военно-морского флота. У здания Центра патриотического воспитания работает молодежное объединение «Армир» – это стрельцы. Вместе с волонтерами клуба «Восход» Центра внешкольной работы в акции приняли участие члены военно-исторического клуба «Победители». Организаторы заранее провели для них мастер-класс, на котором рассказали о значении георгиевской ленточки, правилах ее использования и хранения, которые ребята, в свою очередь, доносят до горожан. Цвета георгиевской ленточки обозначают, что золотой – это пламя, а черный – это дым, пепел от пороха и от самого этого пламени. Такие символы, как георгиевская ленточка, нужны, чтобы помнить о подвигах наших прадедов, наших дедушек, бабушек, чтобы это всегда хранилось в памяти, чтобы это было прямо на клеточном уровне, чтобы никто никогда, ни при каких обстоятельствах не забывал. Волонтеры также напомнили саровчанам, что носить георгиевскую ленточку можно только на груди в области сердца. Не стоит размещать ее на шее, руке, поясе или обуви, на волосах вместо резинки или на сумке. Не украшают памятным знаком домашних питомцев автомобили и интерьеры. В Сарове открылись две точки раздачи георгиевских ленточек – в клубе здоровья по адресу «Силкино-10-1» и в Ледовом дворце. Получить их можно с 16.00 до 17.30. Также волонтеры будут раздавать ленточки на улицах города 3, 7, 8 и 9 мая. Все для фронта, все для победы. Во времена Великой Отечественной войны эти слова вдохновляли миллионы людей нашей страны. Непосильное бремя страданий и тяготы вынесли на своих плечах солдаты и офицеры, рабочие колхозники, деятели науки и культуры, женщины и, конечно же, дети. Когда началась война, Валентине Сергеевне Кузнецовой был один год. Родом она из города Николаева. 21 июня отправили мое день рождения годик, а 21 июль началась война, 41-й. И мы оттуда уехали из Николаева, переехали в Воронежскую область, город Бобров. Где мы там обосновались, мама ждала третьего ребенка. И когда началась война, папу забрали сразу, как всех. Валентина Сергеевна вспоминает, что во время войны было холодно и голодно. Комната, где жила семья, не отапливалась. Приходилось включать духовку, чтобы не замерзнуть. В эту же духовку клали маленькую сестренку, чтобы спасти ее от переохлаждения. Духовка теплая. Мы закрывали и открывали, чтобы посмотреть, дышит она или нет. Дышит. Вот мы ее так берегли. Кушать было нечего. Мы говорим, мы кушать хотим. Мама говорит, спите. Все должны спать, чтобы так сильно не хотеть кушать. Уже после войны стало полегче. Мама Валентины Сергеевны устроилась на работу. Дети пошли в ясли. Но денег все равно не хватало. И семья продавала одежду отца. Мама их тихонечко распродавала и кормила нас. Однажды она принесла кувшин молока с пенкой и пирог с повидлом. И сказала, дети, садитесь кушать. Это папина. Я все продала, вещи папины. И вот кушайте. Нам досталось по куску пирога и по кружке молока с пенкой, с коричневой такой. Вот мы это были очень накормлены все-таки. В 1958 году, окончив 10 классов, Валентина Сергеевна уехала в Липецк. Там устроилась на завод учетчицей. Спустя год она поступила в педагогический институт на факультет филологии. В Липецке встретила супруга, которого после учебы отправили служить в Саров. Маргарита Сафронова была волонтером клуба «Инсайт» на протяжении пяти лет. Девушка приобрела большой опыт волонтерства. Став педагогом-организатором в школе номер 13, Маргарита создала свой добровольческий отряд «Творцы добра». Ребята активно участвовали в весенней неделе добра и сделали много хороших дел. Мы приняли участие в таких акциях, как «Подари игрушку ребенку», устроили школьный субботник. Также мои дети провели акцию «Спасибо педагогу», которая помогла учителям понять, что они до сих пор важны, и их труд также является важным для каждого из учеников. Дети ее сами разработали, это был их проект, и они решили провести его в своей школе и показать учителям именно важность их. И такие эмоции, как испытали дети и учителя, это было просто что-то невероятное. Неделя взаимовой ручки позитива, помощи и добра. Ежегодная весенняя неделя добра подошла к концу. На протяжении недели волонтеры убирали мусор, проводили патриотические мероприятия, марафоны экологических привычек, помогали нуждающимся, собирали корм животным, посещали больницы и сделали мир чуточку лучше. Также у нас были различные акции, которые были направлены и на донорство. Также у нас был фестиваль инклюзивного творчества в ритме равных, направленный на людей с ограниченными возможностями здоровья. Он у нас проходил три дня, все волонтеры были задействованы в городе. Многие волонтерские организации даже уходили из школ для того, чтобы помочь в этом большом деле. Все мероприятия прошли очень здорово, было всем интересно. В весенней неделе добра принимали участие школьники, волонтерские отряды, воспитанники учреждений дополнительного образования и детских садов, студенты, руководители социальных проектов. Свои добрые дела участники выкладывали в соцсети с хэштегом «Неделя добра Саров». Самых активных наградили на сцене младежного центра. Также в рамках акции прошел экологический квест «Чистые игры». Ребята убирали территорию пруда Борового и собрали более 190 килограммов мусора. По итогам «Чистых игр» победила команда «Школы-16», которая собрала 45 килограммов отходов. Следующая неделя добра состоится осенью. Весенняя неделя добра в Сарове идет полным ходом. В рамках акции добровольцы проводят различные мероприятия, в их числе и ежегодный экологический квест «Чистые игры». Волонтерские отряды образовательных учреждений города убирают от мусора территорию пруда Борового после долгой зимы. В этом году в «Чистых играх» участвовали шесть команд. И убраться они должны были на время. «Время, за которое ребята должны были убрать, у нас полчаса. За такой короткий промежуток времени, конечно, тяжело что-то собрать, но ребята слаженно работают. Их в команде по 10 человек, и они молодцы, и они собрали очень много килограммов мусора. Почти все озеро Боровое очищено». По правилам экологического квеста, команды получали дополнительные очки за скорость, наибольшее количество собранного мусора, который взвешивали на весах, и артефакты. Мусор, который представляет наибольшую угрозу для окружающей среды. «Мы нашли очень много артефактов, мы работали слаженно, дружно, каждый поучаствовал в работе, мы много работали. Какие артефакты? Ну, мы нашли альбом, духи, получается, вывеску». «Уборка, как всегда, прошла весело и быстро, мы участвуем уже третий год. В этом году у нас команд немного поменьше, но мы все равно старались, что в основном на нашем пути попадались бутылки, какие-то пустые пакеты. Из интересных вещей мы нашли лопату, какие-то мешки с песком и какие-то предметы одежды, тапки, варежки». В общем, все команды собрали более 50 килограммов мусора на территории Борового. Итоги «Чистых игр» подведут на закрытие весенней недели добра 29 апреля в Молодежном центре. Три дня активностей, творческих мастер-классов, обмена опытом и новых знакомств. Молодежный центр стал площадкой межрегионального фестиваля инклюзивного творчества «В ритме равных», который прошел в Сарове впервые. В закрытый город приехали гости из Москвы, Самары, Республики Бурятии, Тамбовской, Владимирской, Нижегородской областей. Нижегородский клуб исторического фехтования «Легион» приехал на фестиваль со своей интерактивной площадкой. А представитель клуба Мария Бешерова подготовила лекцию по созданию социально ориентированных НКО. «Замечательный молодежный центр, очень много разных активностей. Очень радует, что они работают активно и хорошо с ребятами с ОВЗ, потому что не все к этому готовы, не все это умеют. Они это делают хорошо, с успехом. Мне поразило, что, например, в молодежном центре проходят российские соревнования, хотя, казалось бы, город закрытый. Все здорово. В рамках форума сейчас познакомимся, но пока площадки по программе очень интересные ждем». Первый день фестиваля был насыщенным. В Симнем саду Кванториум Саров организовал для всех желающих работу интерактивной площадки «Инженериум» с битвой роботов, спил с картами и инновационной точкой притяжения. После этого состоялось торжественное открытие фестиваля. «Уникальное для города мероприятие. Впервые в течение трех дней люди с особенностями здоровья будут обмениваться своим творческим опытом, умениями, навыками, показывать, что они умеют. И, конечно же, все мы будем ждать финального гала-концерта». «Я рада присутствовать на вашем фестивале и выразить благодарность тем, кто принимает участие, тем, кто, значит, он идет неукоснимо к своей цели и понимает, чего он хочет добиться в жизни. Родителям ребят, которые сопровождают, их учителей, наставников, потому что это очень важно – дать уверенность, дать силы, дать свою любовь и заботу». Ирина Макарова вручила благодарственное письмо методисту молодежного центра Екатерине Неконоровой, руководителю проекта «В ритме равных». Затем в актовом зале состоялся семинар «Стирай границы», на котором специалисты, работающие с детьми и молодежью с ОВЗ и инвалидностью, поделились опытом своей работы. Семинар завершился подведением итогов городского конкурса добровольческих объединений города «Зажги добро». А пока шел семинар для детей и молодежи с ОВЗ, работали площадки «Территория импульс». Здесь ребята занимались мыловарением, скрабукингом и расписывали сумки-шоперы. «Все это стало возможным благодаря тому, что мы выиграли фонд президентских грантов, с проектом «В ритме равных». «В ритме равных» – это проект, направленный на обучение молодежи с ограниченными возможностями здоровья и молодежи без ограничений, на совместное обучение театральному, вокальному, танцевальному мастерству. И в течение восьми месяцев это обучение проводилось и заканчивается все шикарным, инклюзивным, межрегиональным фестивалем «В ритме равных». О чему ребята научились в лабораториях танца, вокала и театрального мастерства, они продемонстрировали на закрытии фестиваля. На финальном галоконцерте «Зажигай». На одной сцене встретились артисты из Сарова и из других городов. Владимир Семенко, литературовед, главный редактор православного информационно-аналитического портала «Аминь», был старшим научным сотрудником Института религиозных и социальных исследований РАН. Из-под его пера вышло много исследовательских книг по истории, культурологии, политологии. В поле зрения Владимира Петровича – новейшая история России и история революции. По словам писателя, эти темы его заинтересовали потому, что он захотел узнать, как же все было на самом деле. Американский исследователь Антони Саттон говорил, что все учебники, он со своей позиции говорил, как советские, так и наши, ну то есть их не американские, там западные, вот учебники рассказывают, что все не так, как было на самом деле. Существует целый ряд стереотипов, касающихся, например, такого события судьбоносного, как революция в России. Там есть целый ряд клише. В ходе встречи с сыровскими читателями в библиотеке Маяковского состоялась презентация книги Владимира Семенко «Война с Россией. Большевики на службе у мировой закулисы». В издании автор затронул темы, связанные с ключевыми страницами истории русской революции, такие как финансирование большевиков крупнейшими международными банкирами, участие элитных военных в вооруженном перевороте октября 1917 года, создание советской индустрии за счет западных технологий и другие. Владимир Семенко видит своей целью разрушение стереотипов и устоявшихся взглядов. Большевизм, я в частности показываю вот в этой книге, о которой я буду сегодня рассказывать, это ранний извод глобализма. Целый ряд параллелей существует между тем, что говорят сегодняшние глобалистские идеологи, и тем, что говорили Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин и другие. Ну, вообще, ведущие коммунисты всегда были связаны с финансовым капиталом. Манифест коммунистической партии написан Марксом Энгельсом по заказу клана Ротшильду. Это заказ финансистов. В заключительной части мероприятия у гостей была возможность задать вопросы и приобрести книгу с автографом автора. 23 апреля во Дворце детского творчества прошел 63-й слет Союза детских организаций «Сияющие звезды». Все началось с показательного выступления сводного отряда барабанщиков и Орлянского круга. Затем делегаты, представляющие 14 дружин, подвели итоги работы за учебный год и обсудили ближайшие планы. На первой площадке ребята подвели итоги мегапроекта «Созвездие Творцов» и представили ключевые дела своих детских организаций на следующий год. Я был спикером на площадке «Созвездие Творцов». Ребята разных пионерских организаций нашего города рассказывали о деятельности своей, о коллективно-творческих делах. Ребятам очень понравилось слушать деятельность других. Они переняли опыт, передали свой опыт ребятам из других школ. Это очень полезное, на мой взгляд, занятие. На площадке школы пионерских профессий пионеры обсуждали дополнение к плану занятий осени этого года, а также утвердили получатели сертификатов и патентов СДО «Сияющие звезды». О итоге участия активистов в акциях и проектах российского движения детей и молодежи в этом учебном году подводили на станции движения первых. На площадке «Диагностика успеха» пионеры подвели итоги смотра конкурса деятельности детских организаций, определили дружины доверия и опорные, выбрали лучший центр детских инициатив, а также решали достойные для звания инструктора самые активные и опытные пионеры. Очень рада, что в этом году у нас целых семь дружин, которые заявлялись на звание «Опорное доверие», и к слету мы их, конечно же, рекомендовали. Очень много ребят-инструкторов, гораздо больше, чем в прошлых годах. Все ребята достойные, все молодцы, и, надеюсь, в следующем году дружины и наши инструкторы будут проявлять себя еще больше. Пионер значит во всем быть первым – и в учебе, и в общественной деятельности. Об этом точно знает Полина Юдакина из пионерской организации «Радуга» гимназии номер 2. Сегодня она одна из тех, кто получил звание пионера-инструктора. В четвертом классе я обучилась по профессии организатора КТД. В прошлом году я обучилась по профессии барабанщик. Получила патент. В этом году обучала своих пятиклассников на руку-конкурсе «Барабан». Я являюсь активной участницей движения первой. Я являюсь братом управления создавая и предоставляя в своей школе первичного отделения. Я решила стать пионерной инструктором, потому что считаю себя очень целеустремленной, ответственной, с навыком помощи другим и работы в команде. Также я очень общительная, дружелюбная и всегда помогу, когда кому-то нужна будет моя помощь. Ярким завершением 63-го слета стал творческий номер от детской палаты «Галактика», где ребята представили свою деятельность в стихотворной и танцевальной форме. Но на этом рабочая деятельность ребят в этом учебном году не заканчивается. Впереди у них еще медиафорум, 9 мая, линейка восхождения к высотам и, конечно же, День пионерии. Вязаные игрушки объединяют людей из разных стран. Подтверждение тому – тематическая экспозиция на выставке «Волшебство крючка и нитки». Здесь можно увидеть творческие работы из разных уголков России – от Владивостока до Самары, а также из Кипра, Израиля, Германии. Мы с рукодельницами с форумов вязальной игрушки обменивались своими изделиями. И даже это были взаимодействия форума, например, вязаной игрушки и, скажем, форума любителей шитой игрушки. И вот как раз на этом стенде представлены игрушки, которые пришли мне по такому обмену. На выставке в Музее народной игрушки представлены творческие работы участников клуба любителей вязания «Свяжем сказку». Игрушки выполнили в технике амигуруми – пять рукодельниц. Сюжеты работ самые разные. Здесь есть и сказки, есть животные, есть милые добрые человечки. Я думаю, что выставка будет интересна и детям, и взрослым. Можно рассмотреть сюжеты, рассмотреть образы. И думаю, что работы всем очень понравятся. Семейный клуб любителей вязания «Свяжем сказку» работает 9 лет. Изначально его создали как учебный курс для детей. Постепенно в клуб стали подтягиваться взрослые разных возрастов. В клубе «Свяжем сказку» используют много форм работы. Участвуют в благотворительных проектах. Создают героев литературных, сказочных произведений. Занятия очень интересные, потому что они проходят не в форме какого-то строгого такого обучающего курса, когда мы все должны сидеть и вязать по какому-то плану. Нет, это больше похоже на кружок, больше похоже на посиделки, когда мы собираемся. У людей есть такое место, где они могут встретиться с единомышленниками и заняться любимым делом. Выставка «Волшебство ключка и нитки» продлится до 29 июня включительно, без возрастных ограничений. Андрей Озев провел на первенстве по самбо два боя, и каждый из них выиграл. Спортсмен признается, что в первом бою было сложно, так как попался сильный соперник. С ним Андрей уже встречался на прошлых соревнованиях и потерпел от него поражение. Теперь воспитанник Икара как никогда был готов взять реванш. А второй бой был очень легкий, потому что соперник появился так себе. Он просто со мной в группу ходит, я знаю, как он борется. Андрей Озев боролся в финале за первое место и одержал победу. Сила, воля к победе и нешуточные схватки. Первенство по самбо среди юношей по накалу эмоций не уступал взрослым соревнованиям. Каждый боец выходил на ринг с одной единственной целью – победить. Ведь городское первенство – этап отбора лучших спортсменов на первенство области. Борьба прошла успешно. Я пока боролся только один бой. У меня впереди еще один бой. Ну, финальный бой за первое место. Ошибок пока не было. Первый бой выиграл очень быстро. Ну, может быть, соперники слабые пока. Не знаю. А так все получилось хорошо. Сегодня поединки хорошие, соперники нормальные. Выспавь в более высокой категории. Вот. Но есть интерес попробовать, попрактиковаться. И уже высшие соревнования потом. В первенстве по самбо участвовали три возрастные группы. Кроме воспитанников школы ИКАР на ринг вышли самбисты школы номер 16. Всего соревнований собрали 82 спортсмена. По словам тренера Валерия Трубина, конкуренция была сильная. Каждый борец как минимум 2-3 встречи борется. Сначала борются в своей подгруппе. Потом с подгруппы выходят самые сильные. С одной и с другой подгруппы. Эти сильные борются за первое-второе место. А те, кто проигравшие, борются за третье место. После подведения итогов победители и призеры первенства по самбо получили медали, кубки, дипломы и ценные призы. Многоскоги, подтягивания, метания, челночный бег. Ученикам первых-четвертых классов предстояло пройти 4 испытания на силу, ловкость, быстроту и выносливость. Традиционные соревнования по детскому многоборью прошли на базе школы номер 14. В состязаниях приняли участие 10 команд из школ города. Мы прошли челночный бег и метание в цель. У меня по метаниям было 4 из 5, а по челночному бегу я почти все хуже. Ну, быстрее всех. А что было самым сложным? Для меня было самым сложным – это метание. У меня по метанию ноль, а по бегу я быстрее всех. Мне было сложнее кидать кубик, потому что там тяжело прицелиться было. Мне надо пропрыгать, чтобы как будто мы бежим и как будто прыгаем вот так. И еще подтягиваться. Я думаю, что мы пройдем все испытания и будет все хорошо. Ребятам нужно было сделать 8 прыжков и приземлиться как можно дальше. Мальчикам – потянуться на высокой перекладине, девочкам – на низкой. Попасть мечом точно в цель и пробежать на скорость 3 дистанции по 10 метров. За каждую дисциплину судьи назначали определенное количество баллов. Соревнования по детскому многоборью прошли в рамках городской спартакиады школьников. У нас прошли соревнования по скейтболу, хэс-баскет, волейбол среди сборных девушек и мальчиков, и младших и взрослых средних. Также прошли соревнования по шашкам, шахматам. Только что закончили стрельбу из электронного оружия на базе «Икара». Более 20 соревнований прошло в течение учебного года. Заключительный этап спартакиады – лёгкоатлетическая эстафета 9 мая. В каждой спортивной дисциплине свои победители. Потом на основе общего рейтинга подведут итоги и выявят абсолютных победителей и призёров спартакиады школьников. В соревнованиях по многоборью бронзовым призёром стала школа номер 10. Второе место заняла школа номер 11. Из золота состязания взяла школа номер 16. Субтитры создавал DimaTorzok